Видео создано при поддержке группы Underground Art. Пришло время переосмыслить подход к созданию Кадама. В приоритет поставлена массовость. Раньше каждого засранца я отрисовывал вручную. И это жирало гораздо больше времени по сравнению с тем методом, который я использую сейчас. Нынче все делается с помощью трафаретов. Новую партию из восьми штук я завалил примерно за один день. Пора бы начать их уже развешивать. Погода говно. Но меня это никогда не останавливало. Я пойду наверх. Ты стоишь здесь. Я понял. Видно же будет только если туда поднимешься. Дождь гарантирует пониженное количество людей на улице. А это значит, что возможность спалиться становится не такой очевидной. Со временем начинаешь учитывать все эти мелочи. Плюс темнота. Позднее время суток. В то время, когда большинство из нас уже дома. Ужинают, готовятся ко сну и все остальное в том же духе. Вот тогда выползать на улицу самое то. Один минус. Не видно ни хера. Остается надеяться только на уличное освещение. Потому что, например, фонарики привлекают внимание довольно сильно. И их пользовать как бы, ну, так себе идея. Короче, для меня эта тема до сих пор остается открытой. Стрит-арт штука заразительная. И я с удовольствием делюсь знаниями с новоприбывшими. Короче, изначально вот этим вот обезжириваешь. Потом, вот так вот, клеим. Выбери кадамку, которая тебе подойдет. Зелененькую, да? Все, поехали. Короче, смотри. Сначала ты обезжириваешь. Потом накидываешь клеем сверху. А потом приклеиваешь и ждешь. Начинать нужно с малого. А там, глядишь, и сам придумаешь что-нибудь интересненькое. Чаще, чаще. В правую бочину идем, ага. И ножки, ножки. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот так. Вот сюда вот, бахни еще. И хватит. Все. Прижимай. Да, ставь. Прижми вниз, как будто он стоит. Да, прижимай. Гаси, гаси. За всей силу своей. Бля, я там клею мышцы. Похуй. Ну ладно. Давай знаешь, как сделаем? Просто подумаем, как смажем тут, перчаткой. Перчаткой протереть надо, натуре. Давай, 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 давай. Не важно, ленец. Ну хорошо, ладно, забили. Забили. Какая-то сопля у меня есть. Кадамы кадамами, с ними уже все понятно. Сейчас все мое внимание приковывают к себе черепа. Во всех смыслах. Ну, главное их сейчас не слить. До сих пор хожу навещать свою собачку. Воняет. Она у меня уже вторую неделю лежит в воде и потихоньку избавляется от тех кусочков ткани, которые я не смог срезать до этого. Этот способ лучше кипячения, хотя бы тем, что все клыки останутся в целости и сохранности. Просто при высоких температурах есть вероятность, что они потрескаются. Поэтому я и не тороплюсь. Меняю водичку каждые 2-3 дня и жду. Да, кстати, этого рыжего парнишку зовут Антон. И он помогает мне возиться с этой собакой с самого начала. Короче, ты Антош, собака. Тебе нужно сейчас встать подзвук, как будто ты оборотень. Нечто подобное. Вот так, знаешь, типа, на полосогнутых, с ручками вот так. Но нужен свет. Можно под фонарь пойти. Можно типа одежду. Не-не-не. Хочешь так? Это будет черный силуэт. Я посчитал, что это очень символично и решил предложить ему поучаствовать в очередном стрит-арт-проекте. Собственно говоря, это вот так я рисую свои эскизы. Без карандаша и бумаги. Тупо подбираю правильную позу и делаю снимок. Завсегдатые моего канала уже, наверное, догадались, что это продолжение той истории про духов, которую мы начали с Ксюши еще этим летом. На этот раз реализуем собачий череп. Самая творческая часть процесса. Потому что потом идут чисто технические заманухи. Трафарет, заливка краской. Там особо не разгуляешься. Есть. Поймал то, что нужно. Блин, я и сам понимаю, что видосы выходят довольно редко. Да я бы и хотел почаще выпускать. Только вот последнее время охуячу на работе 5 дней в неделю. Полный загруз. Времени вообще не остается. А смотреть на ютубчике ведь надо же что-то. Лично мне заходят видосы, которые делает Ото. У него на канале как раз свежий выпуск вышел. Рекомендую всем, кто интересуется творческой движухой. Кстати, после того раза, когда я вам рассказал о нем, он замутил еще две акции, которые не кисло так разлетелись по сети. Думаю, и вы на них натыкались. Чувствую, скоро загорится новая звездочка на небе русского акционизма. Вот в будущем буду хвастаться, что в свое время пиарил этого чувака. Интересный художник. Прям слежу. Ссылочку на его канал я оставил в описании. Ну а у нас впереди самое сладкое. Пойдем бомбить стенку. Заброшку заскочим. Так что ждите. Постараюсь не тянуть. 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 Продолжение следует...